День российской науки День российской науки В Академии развиваются исторические проекты, философские, культурологические, литературные проекты. Они посвящены философии, религии, культуре, литературе России и зарубежных стран. Сегодня у нас в Академии реализуются 16 крупных проектов, которые получили поддержку Российского научного фонда. Как вам известно, это очень серьезный фонд, фонд фундаментальных исследований. Сегодня у нас присутствуют руководители и исполнители некоторых этих проектов. У нас будет возможность задать им некоторые вопросы, а у них, в свою очередь, возможность рассказать нам о своих лучших идеях. Сегодня на базе Русско-христианской гуманитарной академии стартовали 10 новых проектов. Они, с одной стороны, продолжают лучшие традиции академии, которые сложились за время ее существования. Вместе с тем, они уже ориентированы на то, чтобы отвечать новым вызовам и на новые потребности нового общества. Название Русско-христианской гуманитарной академии предполагает, что на ее базе будут, в первую очередь, реализовываться религиовические проекты. У нас присутствует сегодня руководитель одного из таких проектов, Михаил Юрьевич Смирнов, доктор социологических наук, профессор. Его исследование посвящено христианскому экуменизму и фундаментализму. Пожалуйста, Михаил Юрьевич, чему посвящен Ваш проект и в чем его актуальность сегодня? Спасибо. Из названия уже, очевидно, чему посвящен. Вот в чем актуальность? Ну, наверное, в том, что сейчас вообще мир такой очень пёстый, раздираемый самыми разными проблемами и противоречиями, а христианство всегда старалось консолидировать людей на своей религиозной основе. И из этого выросло экуменическое движение в христианстве. И вот как современное христианство вообще вписывается со своими настроениями единения, да будут все едины, то, что происходит в реальности, в политической реальности. Там название, на самом деле, проекта длинный. Там есть такие слова про политику и про международные отношения. То есть, вот это как раз существенно и актуально понять, как вроде такая устоявшаяся, 2000 лет существующая религиозная культура и традиция, она адаптируется к современной реальности. Или она пытается адаптировать эту реальность под себя, к себе, к взаимоотношению. Ну и вот одним из оттенков этих взаимоотношений, надо полагать, является то, что называется фундаментализмом. Понятие, которое в каких-то ситуациях носит такое одиозное даже иногда звучание. Но вот наша цель разобраться, что такое современный фундаментализм, неофундаментализм. Вот один из участников нашего проекта, профессор Головушка, ну как раз занимается основательной тематикой у него, и докторская диссертация была этому посвящена во многом. То есть, по сути, мы, что называется, проводим исследование не сколько такое академическое, что тоже очень полезно, потому что надо и с понятильным аппаратом разбираться, и с тем, как вообще правильно все это понимать и называть, но и исследование, которое ориентировано на конкретную живую реальность современной ситуации и в мире, и в России у нас, как многие знают, к экуменизму отношение очень разнообразное, так аккуратно скажу, да, и вот понять, насколько это уместно, что это может дать или почему вызывает отторжение, что такое фундаментализм в наших реалиях, религиозный фундаментализм. Это для нас очень важная цель, не только вот как для ученых, но и просто вот как для граждан страны, которые живут, которым небезразличны, что здесь происходит в этом мире, в нашей стране. Я думаю, что у нас это должно получиться, потому что у всех есть свои наработки, определенные заделы в реализации этого проекта. Он предполагает создание специального, принятого уже здесь, в Русско-христианской гуманитарной академии, научного продукта видеонтологии. Он предполагает наличие как минимум двух монографических исследований у меня и у профессора Головушкина и ряд статей, которые должны быть опубликованы в журналах соответствующего уровня, чтобы показать, что здесь в академии идет серьезная исследовательская работа по актуальным проблемам современной религиозной жизни, взаимоотношений общества и религиозных институтов. Ну вот, пожалуй, если кратко, то я вот так скажу. Благодарю Господу Юрьевичу за такое исчерпывающее обозначение актуальности темы. Следует также сказать, что сильной стороной христианской академии является философская подготовка, соответственно, философские школы и философские исследования. В частности, по истории русской философии у нас три проекта поддержаны. У нас присутствуют здесь также исполнители, руководители этих проектов. В частности, вот одним из таких проектов является исследование, посвященное аналитической философии в России. У нас руководитель сегодня, к сожалению, не смог подойти, но у нас есть исполнитель, наш молодой ученый, который нам сегодня, пожалуй, о своем проекте расскажет. Владимир Александрович Тернов, желая вопрос задать. Да, обязательно, Алексей. В общем, к вам вопрос, как к человеку, который уже интегрировал это поле наушное, который представляет проект, и вот конкретно не комментировать Сергею Витальевичу, который руководит им. А вопрос такой, в общем-то, достаточно, может быть, и простой, одновременно и сложный. А вот по каким критериям будет конструироваться концепт, вынесенный в название этого тема, этого исследования? Ну, проект называется «Аналитическая философия в России. Эволюция и своеобразие». И, собственно, в рамках нашей работы мы хотим продемонстрировать именно эволюцию и своеобразие. Поэтому в рамках проекта у нас есть ватки основных компонента. Это библиографический компонент, то есть составление антологии, да, и теоретический, то есть написание статей, публикаций в разных журналах. Но, несмотря на то, что мы не так давно начали работать над этим проектом, у нас есть такие две основные задачи, которые мы перед собой ставим. Во-первых, вот продемонстрировать, что начиная с 60-х годов в нашей стране формируется несколько школ аналитической философии по изучению аналитической философии. Да, это Санкт-Петербургская, Московская, Томская, ну и другие школы, да, которых мы подробно будем исследовать. А также второй важный момент, да, это то, что авторы, да, и ученые в рамках этих школ, они не только занимались как бы историей философии, да, изучением этих направлений, но и сами переходили на, так скажем, эти основания. И в связи с этим, собственно, уже после 90-х годов, то есть 90-е годы, так скажем, уже так полностью начала формироваться именно русская школа аналитической философии. И, собственно, мы хотим в рамках проекта, может быть, так, впервые именно полновесно изучить и продемонстрировать вот своеобразие нашей русской, да, школы аналитической философии и ее вклад, вот, собственно, в мировую аналитическую философию. Спасибо. Ну, следующий проект в рамках истории философии у нас возглавляет наиболее опытный, наиболее известный ученый РКГ, Ирмичев Александр Александрович. Это доктор философских наук, профессор. Его проект посвящен такой известной фигуре в истории философии, как Николай Бердяев. Пожалуйста, Александр Александрович, вот, расскройте, вот, какова же цель вашего проекта? Что вы намерены реализовать? Ну, пояснять, кем был, кем сейчас является Бердяев. Ни в этой аудитории, ни, наверное, ни в какой другой аудитории, в Узовской, пояснять сейчас не надо. Хотя припоминаю, хотя припоминаю, что когда мне навязали тему о Бердяеве, а навязала Лариса Ивановна Новожилова, то я поделился об этом с одним из сотрудников Института водного транспорта, где я тогда ассистировал. Он сказал, а кто это такой? Да, именно так было. Сейчас представлять имя Бердяева не нужно. Ну, Бердяев, конечно, фигура чрезвычайного значения. Если, предположим, не уравнивать в достоинствах русскую философию и русскую литературу, не уравнивать в достоинствах, всё-таки совершенно очевидно, что русская литература – это и есть русская философия. А русская философия – это уже вторая, вот первая философия от литературы. Так вот, если учитывать этот уровень, то Бердяев, пожалуй, где-то приближается, где-то приближается к уровню первых наших художников слова. Гоголь или Лермонтов или Пушкин, да, где-то приближается к ним. Но, быть может, немножко до них не дотягивает. Но, быть может, немножко. Это человек, конечно, больших масштабов в русской культуре и наиболее популярный во всём мире. Эту популярность он завоевал не случайно своими трудами, конечно. На первое место, вероятно, выдвигались работы по критике современного коммунизма. На второе место, вероятно, его сетование о судьбе человека в современном мире – это главное. Но он, кроме этого, и философ, кроме этого, он ещё и теоретик, разрабатывавший проблемы человека в самых различных аспектах и философии истории, его влияние на философию европейскую, французскую или, предположим, немецкую, совершенно очевидно. Это просто не оспаривается. Это просто не оспаривается. То есть это один из наших выдающихся систематиков, кто стоит, перехожу на философский уровень, перехожу, да, к философии, кто стоит наряду с Соловьёвым, кто стоит наряду с Лосским, с Франком, и он здесь же, и он вот здесь, вот в этом вот ряду. Мы сейчас составляем антологию о Бердяеве, повторяем неудачное издание первое, моё неудачное первое издание, дополняем, изменяем, совершенствуем его, доводим до 60 печатных листов, там 30 было, доводим до 60, включая сюда современные исследования, и второй том о рецепции Бердяева, там во Франции, в Германии, в Польше, ещё где-то, ещё где-то, во всём мире Бердяев жаловался, меня во всём мире знают, не знают только где, только в нас, в России, не знают, а так во всём мире знают. Вот такой вот проект, чтобы показать и значение Бердяева Бердяева для русской культуры и мировой культуры, и его специальный вклад в мировую философию, вот где-то такие задачи, на два тома. Постараемся сделать прилично. Так, трогательно, проникновенно про Бердяева можно сказать только Александр Александрович, да? У нас есть ещё третий проект, посвящённый истории и философии, вот видите, у нас там несколько, этому научному направлению посвящено проекту. У нас присутствует здесь с нами руководитель Елена Валентиновна Алымова. Проект, посвящённый Аристотелю в России. Вот там Бердяев, да, у нас был за рубежом, а здесь у нас Аристотель в России. Пожалуйста, Елена Валентиновна, кандидат философских наук, доцент. Елена Валентиновна, как всё-таки возникла эта тема Аристотеля в России? Да, спасибо за возможность представить наш проект. Надо сказать, что есть темы, которые возревают долго. Вроде бы, казалось бы, на поверхности, но вот Аристотель, классик, мыслитель, но тем не менее, как-то вот не складывалось никогда такой ситуации, в которой можно было бы представить Аристотеля в более-менее полном виде, насколько это возможно, в рамках как минимум одной традиции. Действительно, эта тема возревала довольно долго и, казалось бы, правда на поверхности. Ну вот, ещё, не знаю, со времён афинской школы Рафаэля, мы знаем Платона и Аристотеля. Платон, который указывает своей рукой вверх, Аристотель, который как будто бы указывает вниз. Но, как замечательно отметил, очень остроумно и, мне кажется, глубоко Сергей Сергеевич Аверинцев, вопрос не в том, что один указывает куда-то в какой-то некий мир идей, а другой куда-то на землю. А дело в том, что если посмотреть пересечение этих двух плоскостей, вертикально и горизонтально, мы получаем крест. Иначе говоря, мы имеем дело с глубинами, какими-то основами, в общем, христианской, а в широком смысле слова европейской, средиземноморской традиции и европейской, в частности, и в частности нашей отечественной. Когда мы говорим про Аристотеля в России, тут нам действительно было очень сложно сформулировать наши задачи и вообще очередить горизонты, потому что, ну вот мы говорим в России, о каком Аристотеле мы говорим? В общем-то, русскоязычном вроде бы, но на самом деле нет, потому что само по себе понятие России нуждается в некоторых определениях, потому что речь идет не о географических каких-то границах, а скорее о культурных. Но мы преодолели, как кажется, эту сложность, по крайней мере, так сказать, для того, чтобы подать заявку, и эта заявка оказалась поддержанной. Мы будем действительно рассматривать источники, то есть, иначе говоря, тексты, которые представляют собой рецепцию Аристотеля. Мы будем смотреть аналитику, то есть, исследовательские статьи. И вот что очень важно, что судьба Аристотеля в нашем культурном контексте, она, ну, к сожалению, не такова, как судьба Платона. Этому можно найти объяснение, разумеется. Но, тем не менее, нужно еще и разобраться с тем, что такое Аристотель для нашей культуры. Источников действительно не очень много, но, тем не менее, мы определили их круг, мы определили исследования, мы определили направление наших исследований, какие-то традиции, которые мы будем рассматривать. Вот, и мы, наш проект будет реализован не только как ряд научных статей, разумеется, но и как тексты, которые будут опубликованы в рамках проекта Проед Контр. Работать мы будем, предполагаем, два года. Мы собираем источники и комментируем их, ну, а потом, соответственно, некие наши исследовательские статьи. И замечательно, что в нашем проекте принимают участие молодые ученые. Вот. Ну, вот, как-то так я описала бы наш проект. Да, спасибо. Вы желаете задать вопрос? Ну, вопрос-то, наверное, очевидный будет. Казалось бы, вроде бы, Аристотель изучен давным-давно, а тут получается, что мы найдем что-то то, что не было раньше вынесено, да, в широкое научное пространство. Именно так. Именно так. Дело в том, что мое глубокое убеждение, оно никак не было связано специально с организацией, с реализацией данного проекта, оно мое глубокое убеждение, что не существует такого современного или древнего, совсем древнего мыслителя, в широком смысле этого слова, о котором нельзя было бы сказать что-нибудь новое. Потому что мы всегда работаем с одной стороны, с одной стороны, как бы, с неким чем-то, что от нас отстоит дистанционно, неважно на какую дистанцию, а с другой стороны мы работаем с нашим собственным контекстом. И вот этот вот диалог, выстраивание этого диалога, это всегда очень важно. Тем более еще раз хочу сказать, что если, скажем, в западной традиции, в широком смысле этого слова, существует переводов очень много Аристотеля, и он переводится регулярно, регулярно, мы все-таки работаем более или менее с некоторым, как бы, состоявшимся корпусом, и как будто бы вот к этому добавить нечего. Но на самом деле всегда есть что добавить. И тем более нужно осмыслить, как Аристотель действительно фигурировал, да, вот какова его была мысль в нашей культуре, ну, как бы мы не определяли границы. Как название, да, понятие интерпретации, да, предполагает, что это может быть на науканстве, вот так и здесь в проекте. Благодарим вас, Ирина Валентиновна. У нас есть еще один проект, на который сегодня будет здесь представлен, он и в иной парадигме исследовательской, исторической. У нас присутствует Павел Константинович Романов, это исполнитель проекта. Павел Константинович, пожалуйста, вот скажите, а что вот, собственно, нового, можно сказать сегодня о наследии Спиранского? На самом деле вся информация о Спиранском фактически будет новой. Дело в том, что наше исследование посвящено одному из выдающихся деятелей, государственных деятелей первой половины XIX века, без преувеличения, можно сказать, гении первой половины XIX века. Михаилу Михайловичу Спиранскому наше исследование будет посвящено. Михаил Михайлович, чтобы понять широту его личности, его деятельности, просто стоит даже бросить беглый взгляд на его труды. Он занимался всем. Он занимался и богословием, и философием, и политическими вопросами, государственным управлением, экономикой, финансами, национальным вопросом. Он занимался абсолютно всем. И широта его личности, к сожалению, по сей день по достоинству не оценена. В 2022 году отмечалось 250-летие Спиранского. Но так получилось, что в 2021 году его затмил Александр Невский. В 2022 году это сделал Петр I. И вот, слава богу, с 2023 года о Спиранском стали говорить все чаще в научных кругах. Началось это с конференции в Институте истории РАН в 2022 году. Потом в 2023 году начал реализовываться первый грант, и вот, слава богу, второй грант будет поставлен в рамках Христианской Академии. Мы решили сосредоточиться на источниках личного происхождения, на мемуарах, дневниках, письмах, и показать, как Спиранского оценивали современники как личность и его деятельность. А эти оценки были зачастую противоположными, диаметрально противоположными, и такие оценки стали даваться еще при жизни Спиранского. По разным причинам происходит вот такая конфронтация. Поэтому мы решили показать именно образ Спиранского в восприятии современниками. И здесь встает две большие проблемы. В принципе, документальное наследие Спиранского и о Спиранском это очень сложная и трудноподъемная тема. Дело в том, что сам Михаил Михайлович очень любил работать карандашом. И его почерк читать зачастую, как и почерк многих деятелей первой половины 19 века, очень трудно. Здесь нужна большая сноровка. Благо, члены нашего коллектива обладают такой сноровкой. Другой вопрос. Дело в том, что ввиду того, что Спиранский занимался таким очень широким диапазоном тем, то его проекты, его записки и письма к нему, и его оценки его можно найти в самых разных архивных делах. Ну вот просто приведу простой пример. Я нашел в фонде Министерства финансов поздравительные письма новогодние в адрес Спиранского. Кто бы мог подумать, что поздравления с Новым годом будут лежать в фонде Министерства финансов. И вот таких примеров очень и очень много. Поэтому здесь предстоит работа сложная. Благо, все члены нашего коллектива обладают необходимой компетенцией. Конечно, не без трудностей будет идти, но работа будет идти. Также предполагается создание двух монографических исследований, ряда научных статей в рецензируемых научных журналах. И за что хочется отдельно поблагодарить Академию, и это большой прорыв на самом деле, в историческом восприятии Спиранского. Это в рамках предстоящего третьего исторического международного форума Петербургского будет организована на базе РХГА отдельная площадка, отдельная секция, посвященная Михаилу Михайловичу Спиранскому. Что считается большим прорывом для нас, и мы выражаем благодарность за это Академии. Большое спасибо. Вот такая моблоспектная личность, это означает ли это, что вы будете использовать такие междисциплинарные инструменты исследования? Хороший вопрос. Да, вот. Дело в том, что ввиду того, что Спиранский занимался такой широтой тем, тут действительно, наверное, нужно будет использовать междисциплинарные подходы. Мы будем работать в трех главных архивах-хранилищах. Это Российский государственный исторический архив в Петербурге, отдел рукописей Российской национальной библиотеки, где представлен личный фонд Спиранского, первеный туда его дочерью еще в XIX веке, и Государственный архив Российской Федерации. Но это три основные фонда. Конечно, еще в других архивах-хранилищах тоже могут быть обнаружены письма о нем, оценки его, которые тоже будут привлечены по возможности. В Аспиранском, а вот в Советской России на фонде Рефлексии были по поводу его наследия? Хороший вопрос, да. Мы скаканули с царской России. Были, действительно были. Была проделана большая работа, к сожалению, советские стандарты не позволили ее сделать на должном уровне и должного качества, но, тем не менее, в тех условиях, в которые была поставлена группа, была проделана колоссальная работа в начале 60-х годов, был издан сборник документального наследия Аспиранского, руководил работой Сигизмун Танч Валк, один из удающихся историков, архивистов 20-го века, такой представитель, классический представитель Петербургской исторической школы. Да, в советское время были попытки осмыслить его деятельность и его наследие. Спасибо. Руководители пришли, мы выражаем вам огромную благодарность. У руководителей, исполнителей впереди огромная работа, но остается им пожелать выдержки, творческих успехов, новых, блестящих идей, конечно же, в дальнейшем выходы на следующие проекты. Спасибо.